Добро пожаловать мальчишки и девчонки, с вами ваша Кибербанкова девочка-волшебница Новый Армор и мы возвращаемся в Невородимый на Тите, просто прекрасен и ужасен одновременно. А на чём мы остановились? На том, что помогли семье Пиралисов обрести их неспокойное спокойствие. Да, им там не пахнет. И мы должны сделать что? Помочь шикарному чуваку Риверу, который вроде как пират, но пиратскую шкуну ему не завезли. Давайте позвоним что ли? Натэшечку. Вот он, Ривер Уорд. Встретимся вечером на углу бульвара Пасифика и Маркет-стрит. Приходи, пожалуйста. То есть, а позвонить искать ты вообще не мог нам, наверное, да? А, 550 метров в ту сторону. Если мы туда спрыгнем, мы себе ножники поломаем, своё любезное. Да, скорее всего, что поломаем. О, точно поломаем. Поэтому тпшимся туда. Ибо оно вроде бы идёт по категории, я не обязательно куду в задании. Но, тем не менее, мы сказали, что Невер Танк Вест жутко интересный. Поэтому стоит его унимать, набрать, чекать. Балагерство перед жесток был очень сильно, очень рядом. Так, смотри, даже не морда в бетон. Какая прелесть. Так, это мы? Это мы. Встретиться 40 метров вот здесь вот. Возле вон той барышни лёгкого поведения. А где же этот наш мужчинка есть? И да, мы в матрице, потому что вон тот мужик с синей бородой мимо нас только что проходил. Да, это был ты. Мы тебя запомнили. Привет, Ви. Как твоя жизнь? Не восторг. Да, наверное, нетрудно догадаться. Классная тачка. Новая? Нет. Из тебя прямо слова не вытянешь. Ну да, извини. Ладно, что случилось? Мне надо с кем-нибудь поговорить. Сначала посмотри. Новости. Привет, с вами Ариф Игбал и новости на WNS. Тема дня. Обычный дорожный досмотр навёл полицию Найт-Сити на след опасного похитителя и убийцы. Его поймали на пересечении 7-й улицы и 15-й авеню. Видео снято полицией на месте событий. Смотрите-ка, видеоглазик, которым можно пользоваться для записи. А-6-2-4-4, выходим из машины. Принято. Из машины, руки вверх. Тише, офицер. Спокойно. Пасть заткни. О, чёрт. А-а, тут 10-53-54, повторяю. 10-53-54. Повторяю. Парень на этой записи Левар Мартинес. 17 лет. Родители заявили о его исчезновении месяц назад. К сожалению, спасти Левара не удалось. Его организм не смог выдержать сильного септического шока. Отчёты о вскрытии показали, что подростку вводили опасные дозы гормонов, анаболических стероидов и стимуляторов. Личные вещи и генетический материал ещё семерых пропавших подростков были найдены в машине, принадлежащей некоему Энтони Харрису. К сожалению, их судьба по-прежнему неизвестна. Преступник, известный под псевдонимом Питер Пен, выжил после ранения, но в сознание так и не пришёл. Его допрос пока невозможен. Оставайтесь с нами, и вы узнаете новые подробности. Я извиняюсь, а как он выжил? Там кровища 6 литра после выстрела было. Кто этот Питер Пен? Ты искал его? Расследовал его дело? Никогда о нём не слышал. Даже на работе. А в чём проблема, если его уже поймали? Мой племянник Рэнди пропал не так давно. А в этой записи на парне были его ботинки. О, Господи. Чувак, не хочу быть грубым таким, да, и нечувственным, но это чё, были эксклюзивные одни ботинки на всё Найт-Сити, что ли? Ты что-нибудь знаешь о том, как он исчез? Почти ничего. Мы с сестрой не очень тесно общаемся. Я отмахивался от неё, а был ей нужен, как никогда. Они боялись, что ты примешь всё близко к сердцу, и отстранили тебя? Скорее, приказали даже не приближаться. Следствие отдали Гонагалу. А он мало того, что тупой, так ещё и не делает нихера. Я бы этого так не оставила. Знаю. Поэтому и прошу тебя помочь. А что мы должны сделать? Допросить этого овоща у нас не получится, но можем посмотреть его сны. Подожди, сны? Да. Идём, расскажу всё по дороге. Это экспериментальный метод, но польза от него уже есть. Они записывают сны и создают из них брейнданс. У тебя есть доступ к этим снам? Ещё нет, но их хранят в лаборатории, куда мы идём. И тебя, рядового полицейского, с улицы, конечно же, пусть оттуда ещё без проблем, потому что, а чё бы нет? Даём каждому встречному поперечному. У-у-у, какая лаляшка идёт. Ты же девочка, надеюсь, ну? Какая мелкая прелесть. Ещё и в розовом. Ах, да, за полицейским помочь. Точно, точно, точно. И заметьте, он тоже нарушает правила дорожного движения. Здесь написано, чё? Ждик. Красный свет. Ты договорился о встрече? Не совсем. Мы пойдём туда вместе, но не через главный вход. О, предлагаешь нарушить закон. Мы просто сделаем, что хотели, и быстро выйдем. Я тут первый раз, понадобится твоя помощь. Попасть в лабораторию. Я тут немножечко подсохранюсь, потому что я знаю свой стелс проникновения и уровень. И хотя он шикарен и прекрасен, а лучше рисковать мы не будем. Примените их умение. Нам тоненько намекнули. О рожей ты, собака, не вышел. Здесь же у вас случайно там нет какой-нибудь, я извиняюсь, подпрыгнуть совсем чуть-чуть. Уп. Нет, у вас на вентиляции нету. А зайти с другой стороны? Не, ну можно зайти через главные двери. В наглую. Никого не сиприсняюсь. Потому что тех умений у нас просто тупо не хватит. У нас всего одно очко повышения уровня. И самое страшное, что мы её вкладываем не в технику. Хотя, погодите. Так чё, реально двадцатка нужна была? Да, мы её вкладываем в силу. С руками гориллы мы максимизируем силу до двадцати на проверках. Так, здесь нам нужно двадцать ровно, да. Что мешает нам зайти прямо через двери? Мне ещё писали комментарии, что здесь можно вот такие проверки обходить. На изи пизе. А, так тут двери тоже закрыты. Вон что как. Двойные двери, дверь закрыта. Там тоже закрыта. Чувак, у тебя вообще идея есть. Потому что у меня 0,3. Ах, ты смотри, что тут был запасной выход. А, догадаться мы должны были сами об этом. Что там происходит? Кто за выстрелы? Открыть силы. Вооот, деточки мои. И вот здесь вот нам нужны будут руки гориллы. Потому что что? Потому что мы их сейчас можем прокачать. Силовка богатырская. До 14. К вопросу, что нам мешало просто перепрыгнуть через забор? Лучше не будем спрашивать. Теперь поищем вход. У них сегодня аудит, поэтому никого нет. Хоть обшумись. А откуда ты знаешь про аудит? Как следует подготовился. Так что ж ты сразу-то не сказал, болезнный? А то все по стелсу, тихонько, тихонько, по стелсу. Ага, сам можно шуметь как хочешь. Но на камеры обращать внимание. Поэтому дело маленькое за... Роснедоступен невозможно. Что? Полицейская лаборатория. Я сейчас не понял. Это отсылка, что ли, на симулятор от заставщика, на Death Stranding или что? Пластмасса и металл. Имитирует среду матки. Устойчивая поддерживающая процессы жизнедеятельности. Биби... Да, я обнаруживаю щи тварей. Серьезно. Это отсылка на Death Stranding. Щекос. А когда ее добавить успели? Киберпункт же раньше вышел. В колодосик, но без тел. Разделенный на отсеки. Под части тел. Питерская модель. А это что такое? Это что такое? Квазарчик на разборной. А вот, что-то мы такое видели сейчас тут. Кампулктер, вы волшебный. И что ж позволит полюбовый студию здесь прячете? Сообщеница. Безопасность. Коллеги, напоминаю, приближающаяся аудитовская проверка и изменит систему безопасности. Были вопросы от департамента полиции. Пожалуйста, не смейтесь. К сожалению, найти в кадрой путь не удалось, поэтому нам придется подчиниться новым правилам. В назначенное время вы все получите новые карты доступа с двойной идентификацией. Вся информация будет разосланная по площади лично каждому. До этого момента мы работаем, как обычно, не считая дня, отведенного на аудит. Маленький шаг для исследования. Большой шаг для чего-то еще. Лечение аутизма. План на квартал. Все еще лечение аутизма. Уведомление для всех коллег и сотрудников. Не будьте людьми, которые нуждаются в нашем лечении. И проверочка. Аудит формально, но будьте осторожны. Погодите-ка. А в файликах что волшебного есть? А что для полиции? Пациент был доставлен в госпиталь через 18 минут после ранения. Во время прохождения пули через слои коры головного мозга, непосредственно за ней возникла пульсационная яма. Благодаря быстрому вмешательству удалось сбросить внутричерепное давление и не допустить различающего осложнения. К сожалению, в настоящий момент пациент продолжает оставаться в коме. А шансы его такие, знаете, слабенько-хреновенькие. Даже в случае возможного пробуждения, длительным последствиям огнестрельного ранения может стать в разе контроля над правой стороной тела, проблемой со зрением, проблемой встречи и восприятия. Предлагаемая ценность для следствия, проводимого департаментом полиции на отсеке, близка к нулю. И новая фобия числа 91. Последний кодекс уверенно связанных с числами 4, 13 и 666 добавился страх перед числом 91. Не надо. Добавляйсь к своему обсессивно-кобсессивно-компульсивному расстройству. Нам хватает того, что есть. Так серьезно, здесь была какая-то диалоговая опция в этом месте. Но она пропадает. А нам нужно, а нам нужно... А, нам нужно просто самим тупо найти. Ну ладно, мы не горды найдем. И да, изнутри дверь тоже не открывается. Какая злая, однако, дверь. Учение хрома, отрывочки. Не то. Компухтер. Сообщенница. Те же сообщенницы и те же файлики. В прошлом компухтере мы тоже нашли. А что за... То за чипик волшебный. Исследование нейротрансмиттеров. Подрезать не можем, это грустно. А, Сим-Сим закрыт. И сортир волшебный. Не, понимаю, что чувак по зеленой метке на карте уже нашел то, что нам нужно. Жаль, не можем воспользоваться. Играем за девочку. Но это было бы интересно посмотреть. Кстати, погодите. Здесь же дамская есть. Но тоже не можем воспользоваться. Зеркало не смотрим. Похоже, он там нашел, что нам нужно. Расширитель памяти. На два в кибердеку. Шикарно. Ну. Просканировать окружение и найти нужный ящик. Ящик, 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 ящик. Какой из вас? Ты не ящик, ты не ящик. Ты не ящик. А, вон ящик. И компьютер. Ну, чувак. Да бы хоть пальцем тыкнул, куда нам нужно, а увижу. Не оно или не оно? Вот такой вот вопрос. Не оно, не оно, не оно. Господи, ну бардак у них и лабораторий. Чуваки, серьезно. Вы чем занимаетесь-то? Рассканировать окружение и найти нужный ящик. У вас из сканябельных ящиков только один вот этот вот, да? И легче нам с него не становится. А вот что такое? Боевый стимулятор River World. Так ты еще и на веществах сидишь, гаденыш. Может, нам вон туда нужно? Какое милое место. Ах, да, дети больные аутизмом. Вспомнил, осознал. Вот он, по-моему, ящик волшебный. Эй, River! Я его нашла! Нашла что-нибудь? Пока нет. Энтони Харрис. Посмотри в ящиках. River, а какой-нибудь дворник не мог тебя сюда пустить? Чем меньше людей узнают, что я свою нос в чужие дела, тем лучше. Ривер! Вэнь, что ты здесь делаешь? Тебя же выперли из полиции. Не выперли, отстранили. Главный вопрос, что ты здесь делаешь, женщина? Он тебе не сказал? Я, Вэнь, я всё объясню. Тебе что, проблем было мало? Харрис похитил моего племянника. Мне очень жаль. Но мы тут храним доказательства. У нас чёткие инструкции. Инструкции? Мы говорим о жизни его родственника. О жизни ребёнка. Полиция уже ведёт расследование. Тебе пора. Уходи, живо! Слушай, ты работаешь с копами. Ты знаешь, как всё устроено. Скорми им кучу улик, они высрут кучу говна. Вот из-за таких, как ты, в городе и творятся беззакония. Беззакония? Помнишь свой первый экзамен по медицине? Тот самый, который ты так замечательно сдала. Наверняка помнишь. В женском туалете неожиданно начался пожар. Всех эвакуировали на два часа. Охренеть, и ты решил мне сейчас это припомнить? Чтобы я вас здесь никогда больше не видела. Тебя особенно. Беги от него. Ты будешь делать для него всё, а он для тебя ничего. Мы с ним не первый день дружим. Он меня пока не подводил. Ха, я тоже думала, что мы дружим. И поэтому ты не хочешь ему помогать. Нужны сны Харриса. Где они? Он не видит снов. Что, почему? Пулькой в голову попали, придурок. Пуля повредила кару головного мозга. Мы фиксируем только отдельные вспышки. Я хочу... Аудиовизуальная стимуляция. Не выйдет. Он не в спектре. К детям помогают пробиться их любимая песня или фильм. Можно попробовать. Да, принцип тот же самый. Стимуляция гипоталамуса и выработка гормонов. Но Харрис не ребёнок. Я не испытывала этот метод на взрослых. Будем пробовать. Я даже не знаю его предпочтений. Я что-нибудь найду. Так значит, ты не против? Всё. Идите. Я открою вам главный вход. Поехали. Да, мы через окно могли. Погодите, там был вопрос. Что ты знаешь о биочипах? Вот о биочипе Аросаки, например. Он предназначен для хранения нейронной энграммы. Но если по-простому, на него копируют память и личность человека. Да, это я понимаю. Мне вот что интересно. Может ли записанная энграмма заменить собой личность носителя? Заменить личность? Я не уверена, что это возможно. А откуда вопрос? Да так, просто из любопытства. Спасибо. Ясно, понятно. Нам никто не поможет. Ну и ничего. Куда тебе придурка вынесла? Тешскали, главный вход откроем. Чё тебе понесло, чёрт знает куда. Пользуешься успехом у копов. Этот, по-моему, на что-то рассчитывает. Тебе не кажется? Что ты несёшь? Ривер не такой. Да-да. Вижу, ты очень хочешь высказаться. Давай. Я? Нет. Просто мне кажется, что он хочет залезть к тебе в трусы. Интересная оценка человеческого поведения от кучки данных, которая обитает в моей голове. Да, Джонни, ты же понимаешь, что... Ну, мы, конечно, этого никогда не сделаем, но если вдруг... Что? То когда ты проснёшься в теле нашей Ви, то кажется, что тебя отжарил чёрный парень. Это нифига не смешно. Ну, давай, товарищ, скажи чё-нибудь по делу. Ну, давай, спрашивай. Не понимаю. Чё ж ты сразу не сказал, что тебя уволили? Не знаю. Иногда ты ведёшь себя как дурак. Я в курсе. Просто мне трудно говорить о том, что меня сильно задевает. Понимаю. Тогда скажи, куда мы сейчас едем. К Джосс. К матери Рэнди. Она думает, что пацан просто сбежал из дома. Не говори ей пока про похищение. Ладно, допустим. А почему мы не будем искать квартиру Харриса? Дом. И я сомневаюсь, что он держал похищенных в подвале. Ну и вообще, мы пытаемся. Я хочу найти связь между Рэнди и Харрисом. Сомневаюсь, что найдёшь. Других вариантов у нас нет. Ты уверен, что Евэнь в итоге нам поможет? Да. Все наши ссоры всегда кончаются одинаково. Расскажу тебе как-нибудь за пивом. Давай думать о том, как найти Рэнди. Давай. Вот-вот. Мы девушка не такая, мы ждём трамвая. Вообще нас жути ждёт. А то на пиво уже заманивают. Не-не-не. Ну что ж, приехали. Давно я тут не был. А когда ты приезжал каждые выходные. И что, многое изменилось? Такие места не меняются. А луна-то какая красивая. Только почему-то не видно космическая база, которая там должна быть. Они же её колонизировали уже. У-у-у, халявный лут, халявный лут, халявный лут. Здравствуй, родная. Слушай, а вы точно уверены, что пацан не сбежал? Просто из такой хаты не грех сбежать. Или тебе что-то надо, или есть новости про Рэнди. Иначе ты бы не попёрся в такую даль. Джосс, это Ви. Ну что, Ви, вы узнали про Рэнди? Ну, про Малчура спросят. Джосс, я не знаю, как тебе сказать, но Рэнди его похитили. Рука, лицо, Карл. Этот человек нам только что сказал, не говори. И сам сказал. Ривер, отвечай мне. Полиция поймала похитителя. Он получил пулю в голову и лежит в коме под охраной. А где Рэнди? Мы его ищем, Джосс. Здесь? Давайте только не будем ругаться. Это мой сын. Не указывай мне, что делать, а что нет. Джосс. Мы приехали, чтобы осмотреть вещи Рэнди. Зачем? Чтобы найти зацепки. Мы делаем всё, что можем, Джосс. Только не сломайте ничего. Рэнди не любит, когда копается в его вещах. Да, а то тут всё такое целое-прицелое. Дети на улице. Скажи им, чтоб шли ужинать. Кстати, для мальчика 17 лет рисунки далеко и убогие. О чём ты думаешь? О том, что тебя окружают женщины с характером. Это его трейлер. Нам важна каждая мелочь. Дети Ривер! Кто это сказал? Привет, Моника. Привет, Дориан. Уйди, Бози, какая прелесть. А ты мальчик или девочка? Знакомая. Ммм. Останешься ночевать? Спрашивается, что за стрёмный маньяк такой тут был? Ваша мама сказала, что ужин готов. Этих не забрал? А забрал кого-то, прыщавый пацан, блядь, под 17. Не православный маньяк вообще был. Не православный. Граммофончик, устройство в отличном состоянии. Аудиофил, любит мрачную музыку. Ну и бардак. Как у меня в старые времена. Ты осмотрись, а я переберу муза. Ну, давайте осмотримся. Чё-то есть куда девать. Старинный ключ Рэнди. Латунный. Я нашла ключ. Прямо музейный экспонат. Ага. Не то, чтобы мы именно это искали. Домашний приход. Прочитаю сообщение. Давайте прочитаем. В наши дни у полиции нет времени проверять, курят ли дети, что табака и пчет табака. Дизайнерские вещества можно купить практически нигде где угодно. Самое время вернуться к корням. Зачем выкидывать кучу денег и кормить дилеров, если можно сделать нужную смесь в гараже? Дети мои, не делайте. ПСБ и полиция очень сильно это не одобряют. Очень сильно. Да и для здоровья не алло. Так, зеркальце волшебное мы не посмотрим. Знаю, что это красивое. А душка-то непринимабельная. Отзыв на либерум арбитрум. Написанное в сортире остается в сортире. Инжектор, бинты, евро, доляра. Стесняюсь спросить, а чем мы вообще ищем? То есть или ключ должен был что-то открывать. Или одну из двух. Так, дамы и господа, а может мы этого Рэнди искать не будем? Потому что у нас для меня для вас очень-очень нехорошие новости. А Рэнди читал вот такие журнальчики. Тут какая-то игра. На коробке код доставки. Очень нехороший журнальчик читал. Так, там что-то еще. Я начинаю догадываться, что в их семье любит серьги носить не только этот дядя. Лайн-ка ищем его улики дальше. Это сам Риверс с сестрю не своей. И семейка, я вам скажу, была та еще. Отрывались они по жесткому, суть по фоткам. Потом что-то пошло не так, а оно да. Мы видим, что пошло не так. А что еще за улики-то? Второй раз берем ключ, что? Мы уже один раз взяли. Зона эта. Если есть ключ, должно что-то открываться. Логично же, логично. И что-то под кроватью валяется. Сим-сим. Компьютер. Какая техника? Рэнди мог себе такое позволить? Ты серьезно? Какое там? Он простынку чувствую не мог позволить себе. Он вся в пятнах неизвестного происхождения. Хотя, судя по же журналу, мы знаем, что это за пятна. Вряд ли Рэнди смог себе сам такое купить. Я бы туда заглянул, но сомневаюсь, что он кому-то говорил пароль. Можешь взломать? Ну, давай попробую. Зря мы что-то технику качали. Или интеллект. Сейчас попробую. А вот это еще не по-божески. 1CE9BD55 1CE9BD55 Проховий мастер. Прошу. Поможешь мне тут пошариться? Итого. Файлы. Видеофайл. Это настолько страшно, что требует посещения психолога. Этот мультик какая-то полная жесть. Мурашки по коже. Вот и я о том же. Первый том трилогии «Мещи погибли». Глава первая. Духи искупления предков. Алиану запомнил чернильный туман. Вскоре в нем очертился стройный силуэт женщины. В руках она сжимала за длинную косу, отрубленную голову, с единственной видимой левым глазницей глазом. Тронута разложением плоть, уже сползла с черепа, обнажая белую кость. С другой стороны, голова выглядела намного лучше. Молча женщина впилась взглядом в уставшего воина. «Убей меня. Я готова к смерти», — вскричала она с холодной решимостью, готовя встретить свой конец. Смысл она где-то столько же, сколько во второй дюне. То есть, если ты книгу не читал, то ты не понимаешь, о чем это написано. Балберит, гений или психопат. Блек метал сформировал множество ярких, харизматичных личностей, однако среди них выделяется Эйден Берроуз, известный под псевдонимом Наама и Балберит, вокалист, гитарист, басист, автор текстов и идеолог. Для одних психопат, для других гений. Берроуз вошел в историю как один из самых противоречивых представителей Блек металла и получил известность далеко за пределами мира тяжелой музыки. Невозможно применять шить его вклад в жанр. И че? Гений или психопат? Да плевать. А вот сообщение-то интересно. Некто Энтони 34. Извини, что не позвонил. Полдня сидел в твоем Тортоне. Полиция забила весь Уотсон. До сих пор живу в том же районе, где мы... Да можно я прочитаю? Короче, давайте вот так сделаем. Не, ну а че, если там маршрутка-газелька ходит для кочевников, то че бы нет. Амазон там тоже есть. Рэнди обрабатывали по всем правилам. Вот, дошли до «Встретимся». И... Ну, начнем с того, что у вашего Рэнди журнал с голыми мужиками был. Поэтому, знаете, как-то очень даже не удивляет ни разу. Так... Натали, наверное, была единственной, кому Рэнди доверял. Какая-то от Натали. Какая-то от Натали. Погодите. А шо за ссылка? Хочешь прикол, кликни на красивую картинку с людьми на сайте «Наркотики – это зло». Красная картинка с людьми на сайте «Наркотики – это зло». «Наркотики – это не про нее писал Рэнди?» «Сейчас посмотрим». Вот. «Энтони Харрис создал скрытую страницу». «Господи, меня аж мутить начало». Хм... Скрытая страница, на которую можно попасть, нажав на гиперссылку на обычной странице. Вот прям даже не знаю, тайная-тайна какая. Посмотри «Тайны Санкт-Эдна и Харрис». А, погодите. Там что-то было еще? Ну, просмотрели, присоединяйся к нам. Ты знаешь, секретный способ, как поставить на ноги и снять жилы грусты, эла души. «Мужик охотился на проблемных детей. Он обрабатывал таких, как Рэнди». «Это из-за меня. Я вообще ничего не замечал. Почти не разговаривал с ним». «Эй, перестань, Ривер. Ты тут ни при чем». «В защиту Ривера скажу, что у него работа на целый день, а у этого придурка-ребенка мать была». «Это все, что мы хотим знать, или не все, что мы хотим знать?» «Тут был какой-то файл». «К сожалению, его удалили. Но название осталось». «Кстати, про это». «АТТ-карт-видео». «Кажется, видео на компе у Рэнди называлось примерно так же. Да-да-да, самое первое видео. Это карт-видео. А где мы это видели?» «Вот оно». «Смотри, этот мультик называется так же, как пропавший файл на странице Харриса». «Это то, что нам надо было найти для Ивэнь. Ви, вот оно». «Думаю, Рэнди его скачал». «Ви, ты что, не понимаешь? Может быть, это ключ к сознанию Харриса?» «Ну, надеюсь». «Может, если ты применишь свою нитранерскую магию, мы узнаем что-нибудь еще?» «Узнать IP-адрес Харриса дополнительно». «Что, по IP вычислить?» «Я тебе с ней спросить, как это сделать-то». «Тут как бы больше ничего-то и нету». «А вот она, нейтранерская магия. Определенно можем». «Попробую определить IP-адрес Харриса». «Так, 55Е9-1СБД». «55…» «А, зараз, да». «Хорошо, 55Е9-1СБД». «55Е9-1СБД». «Взломщик от боженьки». «Не зря качались». «Есть! Думаю, мы выжили из этого максимум. «Супер». «Мультфильм, Ривер. Возможно, это то, что мы ищем. Отправь его, Евэнь. Ты же говорил, Харрису нужно что-то знакомое, чтобы видеть сны. «Хорошая мысль. Отправляю». «Окей. Она написала, что ответит завтра. И что я настоящая сволочь. И… Фу. Пошли, что ли, поужинаем». «Хорошая у вас жизнь, ребятушка, я вам скажу. Вашего племянника похил сексуальный маниощола? Ну, ничего, подумай об этом завтра. Не проблема ж». «Так, и ещё раз. Пятый раз можно взять грёбаный ключ». «Вот серьёзно, от каких бубей это он сделал?» «Давай не будем пугать Джоз больше, чем нужно, хорошо? Мы взяли след, но до завтра подробностей не узнаем. Конец». «Дориан, не надо». «Ну, она правда…» «Джоз, мы закончили». «Закончили? Ну тогда в кровати». «Дядя Ривер, мы тут тебя оставили». «Спасибо, Моника». «Да-да, мы слышали, вы сами жрать не хотели». Какой милый ребёнок. «Да-да». «Вы нашли что-нибудь?» «Завтра что-то узнаем». «Я переслал в лабораторию то, что мы нашли. Скорее всего, утром мы узнаем, где Рэнди». «Когда ты ел последний раз?» «Вчера». «Возьми мой. Я не хочу». «Спасибо. Может, попозже». «Ривер, скажи мне только честно, ты найдёшь его?» «Ривер, очень крутой детектив. Считай, Рэнди уже дома». «Я не сдамся, пока не найду его». «Джоз, ты не против, если Ви поспит в трейлере Рэнди?» «Нет, конечно». «Ты же останешься?» «Ты должна мне помочь довести это дело до конца». «Да куда же мы от вас денешься-то, болезненно?» «Конечно, останусь, конечно». «Не то, чтобы на две недели жить, оставалось». «Конечно. Скоро уже пойду спать». «Нелегко в одиночку растить троих детей». «Ну, как тебе сказать. С мужем было не легче. Когда он не появлялся дома, мне было проще». «Иногда я мечтала, чтобы он пропал куда-нибудь, только бы не видеть его рожу». «Как он умер?» «Альда Кальда сказали, что умер достойно. Видимо, по их понятиям». «Служ, часто мне Скорпион или твоим мужем было?» «Вместо лица Каша. Что там достойного?» «Знаешь, давай сменим тему». «Знаешь, у нас и так в жизни проблем хватает. Пойдем-ка мы с Патаньки». «Ви, вставай». «Еще пять минуточек». «Я Вайн позвонила. Мультфильм сработал. Харри стал видеть сны». «Есть брейнданс?» «Вот здесь. Вставляй и подключайся к компу. Я буду смотреть на мониторе». «Что за резкий мужчина? Салазм, что-то вставляй». «Быстрей, твоя забора. Неплохо». «Быстрей, твоя забора. Неплохо». «Я нас закинула в школьные годы Харриса». «А кто это такой?» «А кто это такой?» «Чуть за тело». «Гражданская личность неизвестна. Старая дешевая вещь, укупленная в Найтсиде в сороковых годах». «Учительная бюджетная зарплата». «Тать, ты же понимаешь?» «Так нельзя себя вести. Энтони, зачем ты убил черепаку Лема?» «Ну, она болела. Все время сидела в панцире, не ела. И я хотел помочь». «И вколол ей гормон роста? Как ты до этого додумался? У отца, что ли, научился?» «Тебя усыновили хорошие люди. Они в тебя поверили. И вот как ты им отплатил». «Мы явно что-то теряем, но что именно?» «Я понимаю, умер твой друг. Но это не оправдание. «Да пошли вы нахер. Что ты сказал?» «Ну все, хватит. Я сегодня расскажу директору и твоим новым родителям тоже. Весь своего папашу пошел». «А нет, не упускаем. Мы ничего не упускаем. Тихо, 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 нежно. «Чуть-чуть отмазать назад». «Монитор номер один». «Стенгазета» на тему «Наркотики-то зло». «Вмешно». «Помню, все газеты писали про эту стрельбу». «Мемориал жертвам массового убийства 44-го года». «Погоди-ка, я проверю, что это была за школа». «Лагуна Бент». «Похоже, в 50-е весь город затопило». «Ну, зато мы теперь примерно знаем, где жил Харрис». «Ну, тут все ясно». «Не смейте так говорить про моего папу!» «А ты что думал, я не знаю, гаденыш, что твой отец пустил себе пули в лоб, когда ферма разорилась?» «Заткнись, заткнись! Не смей даже упоминать моего отца! Ты, Гондон!» «Ты врешь! Ты врешь! Перестань! Она была больная и слабая! Я просто хотел помочь!» «Не, ну, мальца капитально накрыла». «Конец записи». «Выйти с Брэдна, запереди к следующей части». «Окей, давайте посмотрим следующую». «Тихо». «Харрис здесь выглядит моложе». «Мы что-то потеряли». «Именно на этом участке». «Это в корове или под коровой?» «Или из коровы?» «Идите!» «Смотри, корова больна. И остальные тоже». «Куда?» «Иду!» «Опознать не получится». «Отец прессовал его, будь здоров». «Похоже на биосканер для контроля за здоровьем скота». «Толи, иди сюда!» «Что, пап?» «Ты ничего не забыл?» «Тебя спрашивают». «Я не знаю». «Уровень холины метионина. Не видишь ничего странного?» «Что? Слишком низкий». «Ты должен был проверить перед школой. Чё в своё оправдание скажешь?» «Эта корова умрёт из-за тебя. Убьёшь её так же, как мать убил». «Пап, прости меня». «Не оправдывайся. Просто подкрути ей гормоны». «И выключи уже этот идиотский мультик». «Я тебе ску...» «Коровам вкалывали гормоны и антибиотики. Люди ели мясо с этим говном». «Не может быть!» «А то увидели где-то без гормонов мяса». «Сколько раз говорил не оставлять его». «Я полдня пытался выключить эту...» «Добавки для поддержания здоровья у животных». «Херню». «Погодите-ка, а тут буква стоял. А куда кто-то исчез?» «О, тот самый мультик. Малыш, что не похоже, его обожал». «Ну, тут всё ясно». «Малыш, как бы эту честь бренденции мы досмотрели, но интересно, что там будет». «Ни жахнет же требующий». ничего не ну да детство было тяжелой игрушки были из коров ладно смотрим следующую не то что мы там они чего оправдывали там оправдывать как не получится это последнее воспоминание здесь его логово ночью мы тогда ждем если мы знаешь логово на ферме знаем где фирма то какого черта мы еще туда не едем погодить к там помню коровы с тылых уже стоят отца-ца-ца-ца-ца-ца-ца что-то мы пропустили что такое какие-то провода устройства для идентификации ферма а скорее всего современно что там часы час до полуночи и детали электроприбора эту ферму в маленькую к турелька бочки с топливом наверное когда-то тут была заправка или что-то вроде того что-то на звуковом слое ты это тоже слышишь мусоровоз дает сигнал на разгрузку где-то рядом свалка вот это уже не сужает проблемную зону потому что в на тите везде свалка а да 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 вот это вот я и говорил там явно не коровы стоят смотри еще один так слишком много данных да в смысле вообще чем проблема чуваки вы знаете кто он такой вы знаете где он был детском доме вы знаете что у него его отца была ферма у вас тут в электронном виде все записано фига что проблема к архиву поднять где-то должен быть комп куда подключены мины и турели так и мы что пропустили нюшка раньше вот тут я нигде не вижу рэнди ну если ты не видишь целого рэнди значит он где-то по частям грустно но true story а ума и так ползет да 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 жертва так мы что-то пускаем а что именно жертвам засканировали на модели фермы есть метка петрахема тихо нежно нежно тихо и вот он выход осветительные вышки на них рекламировали новый альбом москрекс свет менялся каждый час наверное можно уже выходить можно но нам интересно чего-то закончится не знаю ривер мне кажется тут еще что то есть ну паузу отпилить мне пожалуйста назад поверю твоему чутью мне кажется здесь больше ничего нет и ну да скорее всего иди-ка сюда негодник еще покалечишься тони о тебе позаботиться ни о чем не волнуйся чертовы маячелский извращенца я бы знаю куда ехать и так что нам уже удалось выяснить мы знаем что харрис живет рядом со старой школой которая затонула с фермы виден город и осветительные вышки аскрекс это в нескольких милях от окраина ферма находится рядом со свалкой это мы тоже знаем код доставки игры которую прислал харрис указывает на пустоши судя по айпи харрис живет примерно в радиусе дюжины миль от night city осветительные вышки рекламируют альбом аскрекс и меняют цвет раз в час а раз мы знаем время 11 вечера да тогда получается что ферма к востоку точнее к юго востоку от города пожарная часть которая ставила штамп была из южного региона модель ферма делал петрахем значит другие варианты отпадают выходит мы нашли что искали рэнди должен быть на ферме то есть можно ехать надеюсь я нигде не ошибся надо торопиться до сам смешно же учел не торопился когда мы это дано должна быть получить очередь торопится я напомню что мало в этом гормонами накачивали всякими нехорошими и веществами страшными а дядюшка то не особо торопится заметьте улочным шагом не спеша такой на отчетом любимого племянника убивают да и ладно там еще двое в трилле сидят ты на не на меня смотри ты машину веди придурок боже хоть бы получилось должно получиться мы за два дня сделали больше чем полиция за все время это как раз несложно но все равно спасибо ты очень помогла мы найдем его ривер я же не знал что с ним творится если бы я спросил ты ни в чем не виноват я его дядя я никак ему не помог у него мать есть и материться тут не надо я знаю что они не лучшего поведения женщина вот так и называть тоже не стоит да может по-быстрому ты пашем сяня держись рэнди мы уже едем считаю приехали и дождь закончится дымится что-то там на а как так раз а фигель ты мне это говоришь чувак ты ты машина ешь погодить к захвату роли пошел быстро тебя две минуты погоду не сделают выключили захвату роли пошел я еще и мины вижу это нифига ни разу не весело уже мину очень много так время что не ограничено повозь хлев не ограничено дать мин пощелкаем хотя лучше обезвреживать а то знаю ваш дрожь нарежу сегодня мы друзья завтра мы враги обезвредили они ищут друг друга валят аристур или ох и притрышные живые тварьем захвату роли пошел захвату роли пошел обезврежение мина пошло а те вспомните ты захватила ки и нет кстати да ростный режим то время нужно наблась снайпы издалека взорвать их просто тихо 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 просто ради интереса у мальчика из детского дома у которого отец обанкротился куда у него столько денежков было на минные турели ну так честно минуточку так обезвредили обезвредили предпозрение обезвредили все найти панель управления системы безопасности на ферме можно было дело отключить просто отдельно все то что я так сразу не догадался так можно зайти можно войти включено видите код а откуда я должен знать код а проблема хорошо зайдем с другой стороны да там кодовая панель и тут закади кто хочешь делай что хочешь турели нет но выдержите счастья вам здоровья не пожилой подвал 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 в смысле нет подвала или сверху нет метка указывают метка указ горит на весам а вот оно что волшебная дверь тут тайна поняли чем сразу не догадался мву комнате и как что подрубаешься файлы сеть сеть файлы инструкция для просмотра боянсов сеть это не то сеть носите тоже не то так определенный есть дверь можете просто взорвать не не ломается хорошо отзреть на тонкая стена повышенную нелегативно радиации вон она кнопу лета день день культовое оружие бог ты мой ладно и будут на систему охраны на общение те же те же те же те же файлы тоже те же для просмотра бренданцев а где что отключаешься вот сеть страница не найдено просмотр невозможен сетевой роскомнадзор заблокировал выключить систему охраны на компьютера дополнительно на каком из вот локальная сеть же не глобальная камеры выключили предохранитель выключили его и можем попасть клев мент терни небезопасно и что а мин то минами остались попасть в хлев вон там окошечко такое должно быть открыто или лесенка волшебной могли запрыгнуть просто сюда ривер быстрей позже а чё может там одно тело валяется у боже говорит девушка которая накрошила половину найт сити и бугур тело всех корпоратов так вот один ему уже не поможешь ясно понятно дышишь хорошо потерпи еще каплю так вот еще один и рэнди держись парень тут твой дядя ривер все будет хорошо да нашли твой уровень чё ты богу что все успокойся господи он еще жив мы успели выруби эту чертову машину надо отключить рэнди рэнди нужно скоро повторяю нужно скоро на ферму к югу от города до пришлите на ряд до высылаю координаты нет хотя бы несколько человек только быстрее и там еще автоматическая линия обороны будьте осторожны да отключили мы ее уже не все отключены проверь остальных может они еще живы сейчас помощь стальным назад нам сказали что уже не фонтан не желез погиб несколько дней назад можно было проверить перед тем как вытаскивать все хорошо не бойся мы тебе поможем у тебя небольшое обезвоживание но ты поправишься да погоди ты убогий в одной руки горилла я напомню и 20 села а другой просто полицейские мощные у меня один вопрос к у черта трэнди выглядит старше чем его дядя но удел то мы сделали друзья мои спасли спасли болезных важный долг вы выполнили травматим серьезно у них была страховка у людей живущих черт знает где была страховка да и свой трейлер не убирали годами они травматимы все могут позволить вызвать мы не можем позволить они могут выродок должен ответить за этот кошмар и ответит что ты хочешь сделать убить его именно пойти к нему и придушить голыми руками это мразь сдохнет нет ривер пускай уж его кровь будет и на моих руках спасибо за поддержку и но я сам должен свести счеты с харрисом попробую воспользоваться переполохом чтобы до него добраться если понадоблюсь скажи и я приду ты можешь на меня рассчитывать пока что мне нужно побыть одному но я это запомню мы готовы лететь с нами или как спасибо тебе без тебя я бы не справился не за что и позвони если передумаешь или просто если будет настроение я напомню последний раз когда к нам приближалась такси как травматим нам дали по мордацам электрошокерам а у него с ними вось вось ну и ладно ну и окей доброе дело сделали охоту на охотника провели можем расходиться поэтому делаем паузу друзья не забываем про наши телеграм дискорда в контакт ссылочка под видео описание всем удачи до встречи но увидимся немножечко попозже